В Ростовской области вновь ужесточаются отношения между губернатором Василием Голубевым и главой города Алексеем Лагвиненко, которого навязали представители армянской диаспоры для увеличения своего благосостояния и влияния. Как пишут местные СМИ, в прошлом году Голубев ополчился на Лагвиненко, но историю замяли. На этот раз все может закончиться по-другому. Дело в том, что действия всей администрации и самого Лагвиненко сильно портят и без того слабые позиции губернатора, бьют по его имиджу. Также Голубеву приходится либо при помощи своей команды решать созданные проблемы администрации, либо включаться самому в некоторые из них. Явно это не удовлетворяет главу региона и в ближайшее время стоит ожидать каких-либо решений. Отметим, что Голубев сам будучи покровителем армянской диаспоры в регионе, открыл широкие двери для процветания этническо-кланового бизнеса. Теперь же, окрепшая армянская диаспора пытается ударить по пошатнувшему имиджу губернатора с целью завладеть ресурсами региона. Напомним, в начале декабря прошлого года Голубев обвинил мэра Ростова Лагвиненко в превращении Ростова в базар из 90-х. Лагвиненко, являющийся ставленником армянской мафии, почти весь город перепродал своим покровителям. На некоторых территориях засилие незаконной торговли Ростова приобрело неконтролируемые масштабы. Губернатора ужаснуло, что в городе миллионики считается нормальным в дождь и снег торговать с асфальта. Напомним, что из-за незаконных ларьков в июле задержали бывшего главу администрации, населенными армянами Первомайского района Артура Григоряна. Несомненно, на этом этапе армянская диаспора рассчитывает поставить под вопрос имидж Голубева перед Кремлем. В итоговом рейтинге губернаторов за 2020 год глава Ростовской области Василий Голубев занял только 54 место, не попав даже в топ-50. По информации Редя телеграм-каналов Москва недоволна социально-экономической ситуацией региона, а Голубев по-видимому не может уже контролировать армянский бизнес, который чувствует себя вольготно, опираясь на силовые структуры региона, который держит под своим контролем. Федеральные эксперты говорят о серьезной федеральной атаке на главу Ростовской области. Ростовская область является одним из наиболее ресурсных и заметных регионов современной России, поэтому можно предположить, что борьба за контроль над регионом будет идти не только между политическими, но и между финансово-промышленными субъектами. Как пишут, местные эксперты в Ростовской области ведется ожесточенная аппаратно-политическая война с использованием силовых структур и анонимных телеграм-сетей, за которыми стоит армянская диаспора. Усилия оппонентов Голубева направлены на его изоляцию и дискредитацию в глазах внутри политического блока Кремля. В качестве рычага воздействия на губернатора используются его арестованные подчиненные и другие информированные чиновники, от которых добиваются показаний. Субтитры создавал DimaTorzok